други всем привет 25 мая весны не видно пока холодрига но сегодня чуть потеплее по-моему с послезавтрашнего дня начинается уже тепло ну там плюс 10 плюс 12 да такое себе тепло туда мы сюда мы ладно ближе к делу купил одну штуку себе давно я хотел бензопила маленькая бензопила походная сейчас вкратце расскажу про нее короче говоря вот она сама пилка называется эхо она японская но сначала про характеристики хотя их куча диванные эксперты очень часто там рассказывают про них там но делают обзор для того чтобы лайки шмайки там подписки думается я все-таки расскажу почему взял именно я ее потому что много хожу в лес да на охоту на рыбалку сплавы да я во первых много об этих пилах почитал у меня несколько из них было ну а стилей там у меня штиль там стоит на столике и 180 и 230 и хосварна то есть опыт есть до работы с пилами в принципе все живет деревне так или иначе у каждого есть пила ближе к делу именно про про маленькие пилы был опыт покупать китайскую пилу она стоила поначалу пять с половиной тысяч сейчас она стоит около восьми китайская пила около восьми она тяжелее на три килограмма на целых три килограмма на пиле почти на три точнее если быть точным а вот я у меня их было две за год они обе сломались я стал присматриваться что же взять общем были варианты были варианты стиля есть маленькие стили были варианты хосварны были вы был вариант электро до пилы электропилки на аккумуляторах но все-таки пришел к выводу что бензопила будет практичнее в плане того что бензин разбавил залил неважно тебе мороз неважно тебе там плюс и так далее подобное все-таки в мороз как и телефоны таки все остальные электроприборы они разряжаются быстрее почему я взял эту пилу она самая легкая в своем классе она самая легкая в своем классе вес у нее 2 килограмма 300 граммов а мощность у нее полторы лошадиные силы это полноценная профессиональная пила сделана в японии ну естественно все предыдущие пилы я держал в руках до просил ребят магазине чтобы их привезли мне мне их заказывали ну честно признаюсь только для того чтобы я мог подержать их руках и если понравится купить ничего не понравилось эту пилу привезли я ее купил два и три у нее два и три это у нее получается вес до 2 килограмма и 300 грамм полторы лошадиные силы ну и все остальное у нее достаточно профессионально сделано вкратце пробегусь очень удобно такая клипса да чтобы видели вы она большая то есть там лазит даже два пальца моих больших пальцев это можно пристегнуть ее куда-либо на ремень там к лодке пристегнуть чтобы она не болталась и эта клипса так замечательно убирается вот таким щелчком да тут все эти крышки воздухан там свеча крышка свечей крышка воздухана снимается быстро показывать не буду это все посмотрим подробных подробных обзорах людей которые снимают обзоры для обзоров значит ну что тут стоп вперед значит запускаем поднимаю флажок поднимаю флажок заводим она сработала нажимаем флазок падает заводим она начинает работать уже полноценно полноценный тормоз полноценный тормоз очень удобный моя большая рука видите да я весу 100 килограммов было понятно моя большая рука свободно сюда влазит, это раз вот, очень удобно, что здесь проходят пальцы, можно держаться она работает в любом положении, хоть вверх ногами, хоть стоя хоть лежа что еще, шинка у нее 25 сантиметров достаточно, да для того, чтобы там перепилить ну не знаю, ну вот посмотрим, вот такое вот толстое вот толстое бревно, казалось бы да, ну куда толще пилить пилить чурки в лесу оно? оно и она чтобы вы понимали, она очень она очень сбалансирована вот как бы очень сбалансирована, сделана в руке не тянет ни вперед, ни назад почти никакой нагрузки нет, когда держишь ее в руках даже я могу ее двумя пальцами держать вот так вот, чтобы вы видели, да вот, вот ну, это нужно определенную, конечно, силу приложить, но она очень легкая очень удобная очень сбалансированная она самая легкая среди их конкурентов она японская о цене цена кусается цена кусается капитально цена на нее в наших магазинах раньше была 35 тысяч без малого сейчас она стоила 38 по-моему, 600 ее можно купить те, кто живут в городах там, да, откуда заказать я купил в магазине, потому что это гарантия, это рядом это вот сломалось, завернул принес, положил на прилавок тебе, значит, ее поменяли или отремонтировали 38 тысяч она стоила в городах она стоит 30 тысяч можно купить там за 31 можно, может быть, за 29 ищите очень рекомендую очень советую я уже обкатал ее я уже ей пользуюсь про обкатку не обкатывайте пилу ни в коем случае на холостых оборотах работайте ею не давайте резкий газ не давайте резкий газ работайте ей спокойным там в режиме полгаза спокойно нажали на газ ну и газ отпустили спокойно нажали на газ и газ отпустили два бака выкатайте и так и она пила будет и она пила у вас будет обкатана по маслу и бензину можно штилевское использовать масло но оно достаточно профессиональное и оно достаточно распространено везде во всех магазинах поэтому штилевское масло разбавляем 1 к 50 никаких там добавлений масел там два раза больше на обкатку этого делать не нужно будет нагар сплошной нагар по опыту вам говорю поэтому 15 разбавлять и два бачка выкатывать в спокойном режиме у вас пила обкатается то есть не нужно ее ни в коем случае обкатывать холостую еще раз по характеристикам 25 сантиметров шинка у нее длиной можно заказать длиннее чтобы понимали да до 30 сантиметров можно 20 это 25 можно 30 25 сантиметров орегоновские цепи на нее подходят не обязательно оригинальные значит что еще вот это приспособа приспособа она вытягивается вытягивается и вставляется вот сюда для легкого откручивания пробок да тоже очень удобно прямо сделано специально для этого показывать не буду я думаю что вы суть поняли вставляем вот так поперек стою и откручиваем либо закручиваем еще одна классная функция или опция как назвать приблудка эту гаечку когда откручиваешь когда ослабляешь эту гаечку значит она не теряющаяся она в такой маленькой скобочке вам видно не будет демонстрировать полностью откручивать закручивать она не теряется остается вместе с крыткой и вот болтик сбоку для подтяжки для подтяжки либо ослабления цепи то есть не спереди да бывает неудобно как на как на штилях можно показать иногда я вот сейчас тут занимаюсь кое-чем как на штилях да то есть эти вот гаечки если их откручешь они потеряются вот этот винтик вот этот винтик он натяжка и ослабление цепи это неудобно вот то есть здесь все сделано настолько профессионально что ну как бы профессионально и удобно наверное в общем то все наверное в общем то все стоит завести на показать да стоит завести и показать как мы это сделаем телефон поставить вот так его имеет подкачку подсос да вот он здесь два раза качнули думаю этого будет достаточно два раза качнули поставить пилу на тормоз поставили пилу на тормоз сняли со стопа сняли подняли флажок вверх дергаем надо мало подкачал давайте еще добавим подкачки мало подкачал еще а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что эта пила окупит каждый рубль потрачен на нее Всем хорошее настроение, надеюсь, полезной информацией с вами поделился Всех благ, всем!